Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике я собрал ключевые моменты с презентации AMD, где нам показали процессоры Ryzen 7000 и засветили RDNA 3. И только с вашего позволения я начну с выхода Лизы Су, которая традиционно рассказала про их присутствие во многих сегментах. Спустя минуты рекламных возгласов она перешла к тем самым процессорам на архитектуре Zen 4, которые официально будут на DDR5, в сокете IM5 и на техпроцессе 5 нанометров. По приросту IPC нам поведали приблизительно о 13 процентах, а максимальная гарантированная частота флагмана составила 5,7 ГГц. Также Лиза нам рассказала про 29 процентов прироста к общей однопоточной производительности по сравнению с Ryzen 5000. Флагманским процессором, конечно же, оказался Ryzen 9 7950X и получил он 16 ядер и 32 потока с выросшим TDP до 170 Вт и большим кэшем. В сравнении с прошлым флагманом мы имеем игровой прирост от 6 до 35 процентов, а в рабочих задачах от 30 до 48. Причём выборка во всей презентации какая-то довольно странная и я бы сказал очень маленькая. Затем глава AMD сравнила новинку с 12900K, где 7950X показал в играх от минус 1 процента прироста до 23. В рабочих же задачах это от 36 до 62 процентов. Затем нам показали рендер в V-Ray, где соревновался новый флагман AMD и актуальный топ Intel. По результатам теста 7950X оказался лучше на 62 процента и на 47 процентов энергоэффективнее 12900K. После этого Лиза показала нам полную линейку, где 7950X и 7900X получили TDP 170 Вт, а младшие модели включая 7600X будут обладать TDP в 105 Вт. Далее AMD заявляет, что это самые быстрые ядра для игр, приводя таблицу однопоточных тестов в Geekbench. И затем пошло интересное сравнение младшего 7600X с актуальным флагманом Intel в игре Formula 1. По тестам красных он на 11 процентов быстрее, чем 12900K в этой игре, а в третьем же нам говорят о превосходстве 7600X на 5 процентов. После на сцену вышел Mark Paper Master и провёл небольшую рекламу Zen 4 и 5 нанометров TSMC. Из самого главного стоит отметить поддержку инструкций AVX 512 для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением. И также таблицу прироста к IPC на фиксированной частоте 4 ГГц, где новинки в среднем на 13 процентов лучше Zen 3. Добиться такого результата получилось благодаря целому ряду улучшений, в том числе и увеличению кэша L2. Еще из речи марка стоит отметить интересные цифры про потребление, где новинка может кушать меньше до 62 процентов при той же производительности, что у 5950X, или же может быть быстрее до 49 процентов при том же энергопотреблении. Еще интересное сравнение в архитектурном плане с 12900K, где нам говорят, что новинка занимает до 50 процентов меньше места, да и к тому же она до 47 процентов энергоэффективнее, чем флагманский процессор синих. Далее нам показали дорожную карту архитектур, поведав, что Zen 4 буду с 3D кэшем в следующем году. И также готовится архитектура Zen 4C, которая будет представлять собой упрощенные ядра Zen 4 и пойдет скорее всего в серверные процессоры Bergamo. Ну а уже к 2024 году нам должны приставить камушки на архитектуре Zen 5, то есть следующее поколение выйдет где-то через пару лет. Что касается материнок и сокета, то он сможет передавать на процессор до 230 Вт мощности, а охлады от AM4 будут совместимы с AM5. И как говорят красные, чем больше чипсетов, тем больше выбора, поэтому у нас таки появится B650i. Топовые платы на X670 появятся уже в сентябре, а вот средние на B650 придется подождать до октября месяца. Также AMD работает с партнерами для внедрения накопителей с PCI-Express 5.0, которые будут доступны в ноябре. По памяти DDR5 нам представили технологию AMD Expo, то есть красный аналог технологии Intel XMP. Ее использование обещает добавить 11 процентов производительности в 1080p играх, а также снизить задержки DDR5 до 63 нс. Поддерживать технологию будут более 15 китов памяти, а по скорости на старте обещают до 6400 МГц. Еще из интересного материнки по цене будут стартовать от 125 долларов, а сокет AM5 планируют использовать до 2025 года плюс. Далее опять вышла Лиза и подытожила, что 7950X быстрее 12900K на ядро на 11 процентов. В многопотоке он его обходит до 44 процентов, а по энергоэффективности на 47. Все процессоры выйдут в продажу 27 сентября, а по ценам 7600X будет стоить как 5600X, а флагман даже обойдется дешевле 5950X на 100 баксов. Затем речь зашла про видеокарты на RDNA 3, где нам просто показали первое публичное демо на 7950X и какой-то видеокарте на новой архитектуре. В качестве игры выбрали Lies of P, чей выход состоится только в следующем году. Однако кроме геймплея подробностей нам не поведали и даже датчик кадров в секунду не завезли. На этом презентация красных закончилась, оставив легкую интригу про видеокарты RX 7000. На самом деле новые процессоры выглядят весьма свежо, но вот возросшее потребление однозначно настораживает. Чипы за N4 конечно же стали еще меньше и за 5 нм, а потребление выросло вслед за производительностью. Поэтому охлаждать новинки скорее всего будет не так просто, а 7600X на 105 Вт я лично вообще не ожидал. В любом случае тесты, на мой взгляд, были не совсем полные и как будто бы им не хватало хотя бы парочки ААА игр. Поэтому будем следить за развитием событий и думаю скоро мы узнаем на что реально способны новые процессоры AMD. Ну а если же вам понравился этот ролик, то не забудьте поддержать его мощным лайком. И также хочу сказать огромнейшее спасибо всем спонсорам канала и всем кто донатил на ночном стриме с презентацией. До скорого, друзья!